Здравствуйте, телезрители! В эфире программа репортера. Я Мария Бодрова. Только мы понадеялись на уверенный плюс 20, как опять приходится доставать теплые вещи. Надеюсь, это ненадолго. А пока согреваемся теплом наших сердец. Самые горячие новости прошедшей недели в итоговом выпуске. Авиакатастрофа в Пестравском районе. В полях разбился самолет Ан-2. Куда следовало судно и кто сидел за штурвалом машины? Высший бал. Самара, космос и две пятерки. В городе широко отметили день космонавтики. Чем запомнился праздник и почему он навсегда войдет в историю? Работы людям помогать. Самарский полицейский помог вернуть квартиру сироте. Ребенка не пускали в собственный дом после гибели матери. Почему соседи установили железную дверь и предпочитают не вспоминать, о предыдущих квартирантах? Следователи и криминалисты продолжают выяснять причины авиакатастрофы. В Пестравском районе разбился самолет Ан-2. Пилот погиб. ЧП произошло в минувший четверг. Самолет совершил аварийную посадку между селами Тростянь и Марьевка. Около половины четвертого по местному времени. По предварительным данным, Ан-2 вылетела из Самары, груженой селитрой для обработки полей. Воздушное судно потерпело крушение по неустановленным причинам. Пилот погиб до приезда скорой помощи. Самолет регистрационных номеров на портах не имеет. Предварительно приезды авиационных судов гражданской авиации не чистится. На месте ЧП работали спасатели и представители транспортной прокуратуры. Сотрудники служб провели осмотр места. Сейчас по факту авиакатастрофы проводится проверка. После проведения необходимых экспертиз специалисты озвучат возможные причины аварии. Тем временем в Самаре нашли еще один разбившийся самолет. Правда, эта авария произошла более 70 лет назад. Сенсационная находка времен Великой Отечественной войны обнаружилась на стройке одного из микрорайонов. Что случилось на этом месте 74 года назад? Репортер отправился на место и выяснил историю прерванного полета. Поля на юге Самары. Здесь идет стройка нового микрорайона. Но пока на территории работают поисковики. Накануне водитель экскаватора совершил главное историческое открытие месяца. Из траншеи глубиной 2,5 метра вместе с грунтом он достал двигатель и часть редуктора штурмовика Ил-2 времен Великой Отечественной войны. Нашли самолет, разбившийся в 42-м году, Ил-2. Он был на перегоне. То есть, скорее всего, он летел, наверное, в Волгоград, получается, на линию фронта. Также были обнаружены останки пилота. Пустырь в южной части города на несколько дней становится настоящим местом научного паломничества. Реконструкторы, историки и поисковики приезжают сюда круглосуточно. Он упал на полной скорости. То есть, останки в плохом состоянии достаточно. Бывает намного лучше. То есть, соответственно, и останки пилота, они очень сильно разбросаны на определенной местности, что затрудняет подъем останков самих непосредственно. История начинает складываться по частям. Примерно 74 года назад пилот поднял свою боевую машину в воздух и вылетел в направлении аэродрома Кряж. Там он должен был присоединиться к своей эскадрилье и отправиться на фронт. Но мягкой посадки этому самолету увидеть было не суждено. Он не долетел несколько километров и остался лежать здесь почти навек. Получается так, что практически не долетел всего лишь километров 5-10. Две трети пути пролетел, треть одна осталась. Поэтому из-за чего произошло падение, сейчас, скажем, сложное. Может быть, вообще будет невозможно указать. Но факт остается фактом, что, к сожалению, летчик пролежал все эти 74 года. Потому что 73,5 в декабре 42-го произошла эта катастрофа. Несколько поисковых отрядов активно работают на месте раскопок. Сейчас нужно исследовать каждый сантиметр земли. Задача не из простых, но поисковикам к такой грязной работе не привыкать. Полностью перерыли мы с ребятами с поисковиками. Все то место, на которое ковшем экскаватор 13-го в течение дня вываливал как раз фрагменты самолета, мотор, фрагменты кабины и остатки летчика. Вчера вечером, ближе к 18.00, эксперты-криминалисты судебной экспертизы приезжали и, соответственно, после фотоотчета забрали у нас для дальнейшего исследования в морг. В нагрудном кармане гимнастерки обнаружены инструкции к самолету и документы пилота. Его личность будет установлена в ближайшее время. По состоянию частей двигателя эксперты делают вывод, машина была почти новая. Следов нагара не обнаружено. До сих пор не найдены фрагменты ни гигазонтального, ни вертикального оперения, ни хвостовой части фюзеляжа, ни левой-правой консоли крыльев, ни элементы шоссе. Они до сих пор не найдены. Вообще непонятно, есть они здесь или нет. Работы будут продолжаться еще как минимум неделю. Дальше поисковики разъедутся уже по запланированным экспедициям и по возвращению на место смогут закончить раскопки. К этому моменту уже точно будет известна личность пилота и родственники наконец-то узнают судьбу своего героя. Самарский участковый помог вернуть в комнату мальчику, у которого погибла мать. Женщина умерла при жутких обстоятельствах. Но только спустя два года ребенок смог получить официальные права на свое жилье. Репортер встретился с героем нашего времени и узнал, как ему удалось восстановить справедливость. Спокойный и тихий двор, скрытый от шумной улицы, ленивый кот в серой листве, дедушка на качелях с внуком. Идиллическая картина. Только выводила ее судьба сложными изгибами линий и чередой очень печальных совпадений. История началась с этого дома по улице Штамповщиков. Четырехлетний Артем впервые за долгое время входит в свои законные владения. До этого два года он вместе с дедушкой не мог сюда попасть. На пути к своей квартире возникло железное препятствие. Соседи поставили дверь, железную дверь, а ключи не дали. Говорят, у нас нету двери. Вот сосед говорит, нету двери, дверь не закрывается. Поэтому делать вам тут нечего. Соседи были напуганы поведением предыдущих квартирантов. В комнате жила мать Артема в 2012 году. Ее данные попали в сводки полиции. Жестокое убийство на окраине Самары. Может быть, даже помните историю, что девушку убили из-за комнаты. Сожгли и выбросили на трассе. Вот эта история была. Хотя на суде там несколько по-другому все прошло. Спустя три дня убийцу девушки найдут. Причем в этой же комнате бывший сожитель будет спокойно спать вместе со своей подельницей, когда в квартиру зайдут сотрудники полиции. Отсюда он отправится в зал суда, а потом за колючую проволоку. Комнату закроют на долгих два года. И под этим слоем пыли история постепенно начнет забываться. Артем все это время живет вместе с бабушкой и дедушкой. Он называет их мамой и папой. На долю родителей выпадает еще одно испытание. У Артема находят серьезное заболевание. Сахарный диабет первого типа. После простуды получилось, что осложнение дало на полежелудочную. И, соответственно, клетки нарушились. Параллельно с тратами на лекарства приходили счета за комнату, в которой никто не жил. Дедушка Артема попросил помощи у волонтеров. Максим Максимов взялся за дело. Суд признал за мальчиком право собственности. Но на этом дело остановилось. Официальные органы так и не могли заставить соседей открыть дверь. Все изменилось, когда в этот район устроился работать молодой участковый Артем Городков. Волонтеры написали обращение в полицию с просьбой отблагодарить сотрудника начальства. Согласилась в Большом зале городского управления Министерства внутренних дел. При всем составе награждают молодого полицейского. После торжественной части полицейские едут в дом на улице штамповщиков. По стечению обстоятельств участковый Артем жмет руку своему младшему тезке Артему. И напоминает, если что, то он всегда на связи. Я очень рад, что у Артема будет хорошее будущее, надежное. Знаю, что рядом люди надежные есть, которые могут помочь. История с добрым финалом. Полицейский Артем Городков заступает на дежурство, чтобы в очередной раз восстановить справедливость. Волонтер Максим Максимов в скором будущем обещает собрать средства на восстановление комнаты мальчика. Дедушка вместе с Артемом счастливые идут домой. В честь хорошего дня можно сегодня съесть лакомство. О проблемах они подумают когда-нибудь потом. Самара в очередной раз вошла в историю. На прошедшей неделе отметили праздник с высоко поднятой головой. 55 лет назад Юрий Гагарин стал первым человеком, который отправился в космос. На корабле «Восток-1» он облетел вокруг Земли. Наш город присоединился к поздравлениям сразу несколькими масштабными акциями. Самару сфотографировали из космоса, а потом в небо взлетели тысячи шаров. Самые яркие моменты этого дня в нашем сюжете. В то время, когда наши космические корабли боросят просторы Вселенной во дворе дома по улице Гагарина 62, яблоку негде упасть. Эти мальчишки и девчонки еще не знают, кем хотят быть. Но уверены, космос ближе, чем кажется. Каждый, кто живет неподалеку, знает этот дом. Именно отсюда начинается космическая история школы. 155. Сергей Авдеев, летчик-космонавт, учился, как и я, в начальной школе. Мы посвятим наш праздник также и имени Сергея Васильевича Авдеева. Герой России, герой космонавта, который жил на улице Гагарина, учился в школе 155. И сегодня, в День космонавтики, мы, конечно, вспоминаем его имя. Торжества идут по всему городу. В этот момент на площади имени Куйбышева собираются поставить очередной рекорд. 2016 студентов с минуты на минуту будут отправлять послания в космос. Пока в стороне за происходящим следит гость из жаркой Африки. Кинг Слиасари приехал в Самару полгода назад и впервые видит такой масштаб. Ну, а вы знаете, кто такой Юрий Гагарин? Да, я знаю. А откуда вы знаете? Он первый человек, который был на космос, да, это знаю 55 лет назад. В честь юбилея личный подарок от нашего города студенты 16 местных вузов и средних учебных заведений должны составить фразы. Первая – Самара, космос, 55. Сначала тренировались в спортивном зале, потом на площади, вот. И я сейчас пропустила как раз свою букву, свою цифру. Эмоции просто восхитительные. Восхищаемся и дочкой, рада. У нас не было репетиции. У нас прямиком сюда сразу. То есть я даже не тренировался. Вы сейчас в какой букве находитесь? Буквка «Р» – Россия. Первая буква. Самое главное. Традиция была заложена пять лет назад. Тогда студенты составили фразу «Самара, космос, 50». Все прошло настолько успешно, что в этом году акция выходит на новый уровень. Съемка параллельно идет с земли и с воздуха. В этот момент над площадью пролетает российский спутник. Движемся дальше и приветствуем букву «О». Ресурс «П» фиксирует фразы «Самара, 55, космос, Россия, 2016, космос, Самара, 2018, футбол». На самом деле это большая честь, наверное, что мы здесь стоим. Тем самым дата 55-летия для нас очень важна. Из космоса не видно, но в это же время на площади перед музеем «Самара космическая» более трех тысяч человек отправляют свое послание в космос. Акция «Подними голову» – это настоящий праздник, где каждый может прикоснуться к небу и даже запустить собственную ракету. Отключить цепь, нажать кнопку, получить команду «Ключ на старт», «3, 2, 1, пуск» и модели полица устремятся ввысь. Высота полета 60 метров. Они спасаются на парашюте и ленте. Я увлекаюсь космосом. У меня дома есть телескоп и все необходимое для этого. Я вот смотрю на Луну, на звезды, на все вот это вот. И решил тоже пойти заниматься ракетами. Возможно, эти мальчишки высадятся на Марс или откроют отель на Луне, но легендарное «Поехали», как и наш город, навсегда останется в космической истории страны. На этом у меня все. Выпуски программы «Репортер» вы можете посмотреть на сайте телерадиокомпании «Губерния». До скорого! Редактор субтитров А.Семкин